Всем здорова! Первая рыбалка на сама 2024 года. Сегодня 8 апреля. Я уже подготовил два удилища. Насаживать сегодня будем выполнска в качестве наживки. Так что давайте приступать. Самое время забрасывать. Поехали! Сегодня будем использовать такие метровые поводки с одинарным крючком и подводным поплавком. Выполнска довольно много. Накануне, где-то неделю назад был дождь, я насобирал его без особых проблем. И сегодня просто взял, достал его из ведра с землей и вот приехал на рыбалку. То есть готовился я давно уже. Особого опыта у меня ранней весной нет. И сегодня вот приехал попробовать, как оно и что. Клюет ли он уже или не клюет, самому интересно. Первый пучок готов. Ах, сейчас ест! Зараза! По замыслу должно оно вот так вот подниматься примерно на такую высоту. Допустим, вот у нас бровка как раз. И вот так вот это все будет играть. Подводный поплавок этот поднимает червей. То есть его грузоподъемности хватает. Вон они черви пытаются на дно залечь. А поплавок их поднимает. Забросим вот под это дерево. Такс. Вот. А вторую удочку я хочу сюда закидывать, более так прямо. Вот. Так перекрутилось. Здесь, в принципе, можно было бы и не размахиваться так. Вот так вот. Сегодня на двухколесном взял с собой теплые одежды, чтобы не замерзнуть. Здесь спальник, каремат себе недавно прикупил. Взял с собой вещей по минимуму. Глубина в этом месте небольшая. Метра два, два с половиной. Здесь идет вот такая бровка. Ничего интересного. Просто вот так вот свал. Потом ровно. Никаких здесь ям поблизости нет. Просто идет расчет на то, что сом гуляет, активно кормится. Понаблюдал я за удочками. Периодически так пошатываются. И это хорошо. Значит, какая-то рыба стоит вот в этом месте. Да нет. В принципе, весь выползок на месте. Практически нет. Подъели немного. Я решил пока не забрасывать. Вон они монтажи на берегу. Насадил я червя, как и было. И решил выпить чайку. Времени еще так минут 10 можно сейчас попить, а потом забросить. Продолжение следует... Почти восемь часов. Пока что тишина полная. Только небольшие какие-то движения есть. Похожа на мелкую рыбу. Густеру, возможно. И ей подобную. Вот это я чайок заварил. Вкуснейший. Прям сижу и балдею. Так этого не хватало давно. Вот так посидеть возле речки. И просто наслаждаться природой. И рыбалкой. Ожиданием вот этим. Раскинул я свои апартаменты. Буду ложиться спать. Все я поперезабрасывал. Уже два раза. Кто-то там объедал. Но все равно выползок оставался. Особо делать нечего. Буду отдыхать. Чуть не упал. Сумик засел. Небольшой. Нифига себе. Голова побитая. Рана какая-то. Такой. Сантиметров 40-50, наверное. Давай. Давай. Пошел. Насадил выползка. И осталось у меня совсем чуть-чуть. На второй удочке, кстати, полностью забитый крючок был. Никто даже не обидал. Можно сказать, сезон я открыл. Довольно-таки удачно. Хоть и маленький, но все равно. Почти час. Я вообще не ожидал, короче, поклевок никаких. Лежал себе такой. Слышу колокольчик. Думаю, это не обманывает. А тут на тебе поклевочка. Так что, наверное, лягу снова спать. Попытаюсь. А там посмотрим, как будет. Ребята, трофей засел. Я его сейчас подтяну и фонарик включу. Фу, бешеный. Ни хера себе, о чем он будет вырезать. Мне кажется, это не сильно крупный. Он там за дерево зацепился. Иди сюда, давай. Там дерево в воду висит. Короче, я тут камеры настроил. Сейчас я эту удочку вытяну. Он только мешает. Короче, там дерево висит. И он в этих ветках запутался. Сумик нормальный. Потянул фрикцион. Сработал. Вообще без вариантов. Как-то он там засел неудачно. Вот он удочку гнет. Там вот дерево. Ну, оно ни хрена не видно. Потому что фонарик у меня сел. Не могу подсветить. Вот. Он там сидит. Но он запутался в ветках. Обкрутился. Здесь глубина большая очень. Есть. Вроде бы отцепилась. Часть отцепилась. Я его вижу. Это где-то метр. Сумик. Метровый. Давай, помоги мне. Помоги мне. Пожалуйста. Давай. Есть. Есть. Иди сюда, пожалуйста. Бедолава. Ты и так намучился. Аб ты. Может это новый рекорд? Вот он. пасть я ему тут дырку же разбил там все обмоталась вокруг веток это жесть ну ты братан конечно помучился я ему глаз повредил от бедня ну ты усатый у меня есть такой безопасный кукон почему безопасный потому что трубка продевается вот здесь через жабры аккуратно ну продели а теперь иди в воду пока что привязал пусть погуляет я лежу подорвался пытаясь вылезти из пальника нихрена не выходит пытаясь накинуть кроссовки камера в этот момент фонарик это ужас просто короче он разматывает фрикцион удочку согнул вот так там это дерево висит я потом покажу когда видно будет адреналин вон время 4 4 часа короче он клюнул сработало на левую удочку клюнул не на правую на левую хотя на правой вот и вытащил спешки выползок на месте а я до сих пор не верю капец я вообще не верю как его вытащил через эти ветки я думал он не плетенку перетрел зацепился грузилом и поводком но уже удочки забрасывать нет смысла я так все сполоснул катушка была в грязи и решил просто оставить на берегу ну куда тут удочки еще забрасывать петербанка и так уже трофейная все дальше лучше некуда тем более скоро рассвет наконец-то мне повезло мне повезло сегодня просто капец мне просто повезло а может и нет можете это заслужил то что я приехал подгадал это все закинул выждал спал ждал я помню когда начинал ездить на сама в одно место ездил и как-то попался мне дядька один такой с важным видом говорит вот у нас говорит самый клюют до до 12 до 11 сидеть надо до 12 потом типа нифига вот наглядный пример причем и этот клюнул до этого у меня клюнул около двух ночи то ли в час чем-то то ли под два часа ночи и еще одного на ставке на искусственном пруду тоже он клюнул где-то было часа два наверное ночи и вот делайте выводы до 11 там до 12 надо спокойно и целенаправленно ждать всю ночь капец я не верю до сих пор я не верю это просто это просто нельзя понять рубанка на сама мне нравится но рыбачить ради того чтобы съесть сама но это как-то вообще лучше пусть они растут пусть они вырастают огромными если вот такой сон проживет еще десять лет то он будет уже ближе к двум метрам а это уже такой солидный трофей но к сожалению не дают дорасти просто не дают может быть где-то есть я уверен есть самый под два метра такая печальная тенденция я пытаюсь вот так внести свою какую-то пользу это не то что я там перебариваю желание вот забрать его съесть и все нет у меня вообще к этой рыбе особое отношение не знаю какая-то она такая загадочная поначалу вообще считал какой-то мистической хотя в это все не верю ну надо же человеку что-то такое чтобы было для него особенное вот для меня особенно рыба это сон надеюсь смог объяснить рыбанка это интересно не для всех местами тяжелая но каждый мечтает поймать огромную рыбу каждый мечтает так давайте же как-то прикладывать усилия давайте начинать себя и как-то улучшать обстановку на реках в плане рыбы в плане того же мусора не мусорить начинать с себя нужно не смотреть на соседей кто забирает кто мусорит кто не мусорит а именно себя и тогда наверное что-то поменяется он клюнул пока я там чухался вставал просыпался пришел в себя слышу уже фрикцион разматывает пошел вниз по течению и вон там вот видно ветки нависшие шнур вот так вот под наклоном в эти ветки зашел зацепился обкрутился там несколько раз я дергал дергал отсюда вот ничего не получилось прошел вот так по берегу там такая тропиночка еле прошел капец ты конечно огромный блин кусается ты чем не кусаешь ну да у кон надо модернизировать так 120 ровно еще раз вот хвоста по мере конец хвоста до 120 122 отлично сейчас небольшая фотосессия вот это рыба хватит хватит мучить рыбу давай дружок красавица пока есть это счастье настоящее это счастье всем советую попробовать правда он мне палец покусал полностью и так все руки побиты в ранах ну ничего это такое это приятное отлично теперь можно и сматывать удилище рыбанка состоялась решил я допить чайок пока подсыхает он когда запутался в тех ветках я думал уже знаете что повезло раз в жизни или развод грубо говоря и тот блин запутался думал упущу его я потихоньку собрался рыбанка получилась отличная трофейная я свой рекорд побил на вскидку он так тяжелее чем тот того сомика предыдущий мой трофей я взвешивал к сожалению это было лишнее но не измерил рулеткой не было у меня рулетки но примерно был он метр десять или метр пятнадцать где-то так но не такой упитанный как этот у этого сомика прям брюхо так свисала более упитанный что еще сказать я счастлив это просто не описать словами пора выдвигаться так что спасибо всем за внимание до новых встреч всем пока